железная логика и ответы на вопросы готова если санчу да конечно что их много и они разные времени не хватит поэтому не пугать не пугать да еще вопрос вы действительно считаете что основной причины малой рождаемости являются неправильные установки из масс-медиа типа женщин следователи спрашивает роман может быть причина в том что но многие люди просто не могут обеспечить своих детей жильем но советские годы тоже не было что там всем подряд раздавали большие да хоромы но как-то тоже справлялись с рождаемостью по поводу в продолжение темы ваше видение это другой вопрос каким образом можно было бы религиозную на рабственность вести в качестве государственной идеологии в продолжение вот ваш очень много вопросов как вы пришли к богу то есть что стало катализатором ну давайте так вот так точно роман я считаю что основное все находится в голове они в жилье потому что как вы правильно павел совершенно заметили в советское время тоже далеко не всем квартиру раздавали люди жили в коммуналках всю жизнь однако рожали детей вот а уж про дореволюционную россию я вообще молчу когда у людей то сказать там у крестьян те же самых которые вы точно жили хуже вас ну точно жили хуже вас в разы да и у них было там по 10-12 детей и разговоры о том что вот они были такие тупые вот и у них так сказать там это самое словно говоря просто нужно были от дети как работники это такой серьезная серьезная тоже это самое скажем так упрощение это первое второе как бы посмотрите в том числе на тех кого я периодически критикую вот средняя азия за кавказе и все остальное у них у всех и жилье что ли им всем сразу как только рождается ребенок всем сразу дают по трехкомнатной квартире нет однако у них есть что-то в голове в традиции в уме что толкает их создавать большие семьи все это в душе и в голове до женщины следователи это я просто ради прикола как бы да иногда говорю но неправильную установку женщин конечно очень серьезно деформирует их сознание когда им говорят что семья и дети это обуза а главное это твоя успешная самореализация в профессии естественно она будет стремиться к тому чтобы или вообще не рожать или в родить одного ребенка и привет и все и об забыть это же ну совершенно очевидно ну вот и так через это проходит все я про свою жизнь опять же таскать рассказывать не люблю я могу сказать что вот у меня трое детей как бы до появилась когда мы жили в однокомнатной квартире на 19 метрах и у меня нету и и до сих пор пускать нету возможности прям всем знаете там это сама купить там по квартире и так далее так далее лишь что теперь как буду вообще что ли это самый выродится это все это гаизма и все это от искаженных этих самых установок этого это просто ложь абсолютно да просто вот нам мы не можем достойность что я что такое достойное давайте начнем с того чтобы достойные потом надо вот если про личный опыт сами себе сначала ответьте как бы на вопросы по поводу того правда искренне считаете что все дело в жилье и если бы вам дальше завтра дали денег ваша жена точно родила бы 10 детей вот ответьте себе честно этот вопрос вот завтра вам например скажу все родное таскать вот тебе деньги подражая 10 детей и вы пойдете их родить и я вас уверяю вы найдете другие оправдания почему этого не надо делать вот собственно все вот и все дела что там было она насчет ну да религиозная нравственность как идеология и как пришли вы к богу нет я об этом естественно говорить там подробностях не буду вот это личное дело просто пишут почему почему поздно спрашивают что якобы вы поздно пришли ну спустя время скажем так потому что я советский паренек что называется до родился очень простой тускать незатейливый что называется обстановке очень долго слышал о том что в церковь ходят одни глупые бабки вот а бога нет например как вам вот и все это это реально одно из объяснений если так очень быстро а если еще очень быстро почему и как я в какой-то момент понял что существует нематериальное зло и нематериальное добро не обусловлено никакими материальными факторами я понял что собственно говоря игнорировать это не в себе не вокруг себя абсолютно невозможно это и есть бог и это и есть дьявол и здесь ты должен что-то выбрать это если так очень кратко да сейчас у нас намечается совсем небольшая пауза но тем не менее другой блок вопросов уже про международную политику и про взаимоотношения с украиной похожие сообщения просит вас разъяснить народу как вы умеете о целях сша на украине именно о целях вот по мнению автора этого вопроса одной единственной целью является грабеж но об этом сейчас буквально через секунду вести фм просят сжатая и емко сири санч цели сша на украине вот уж мне кажется о чем я точно говорю сжатая емко лет уже цать и так это о целях сша вообще я цель сша на украине если вы это не услышали непонятно где вы были вот муха значит здесь все очень просто во первых во вторых опять же ну все это понятно цель номер один это отделение россии от европы цель номер два пристегивание европы к себе на долгие годы потому что без европы которая потихоньку то сказать и начала отваливаться от сша после распада советского блока в америке в американская власть серьезно слабо цель номер три перекрытия значит возможности для развития россии и какой-то реинтеграции на посоветском пространстве цель номер четыре значит снижение возможностей китайских инфраструктурных транспортных проектов которые идут из евразии как раз вот в том числе через эти самые территории с востока на запад запада на восток из борьба с китаем вот ну и все в конце концов это все упирается в цель сохранения значит глобальной власти сша вот если так совсем вкратце детский вопрос от пенсионера это я цитирую вопрос неужели на западе не поймут что мир с россией гораздо выгоднее западу и в развитии в космос в том числе экологии вообще валерий спрашивает ну вот опять мы знаете мы очень простые добрые наивные люди местами то есть мы можем быть очень злыми конечно но в общем и целом я так скажу мы очень наивные люди и вот вот все тоже вот нам какие-то сказать там сказочки рассказывали долго долго про людей доброй воли и мы как-то вот всех остальных тоже пытаемся мерить на свой манер вот и по и в этом в том числе есть одна из проблем такого долгого принятия решений мы все так очень таскать и любим как бы о людях думать хорошо вот ну как же конечно ведь это же мы плохие они хорошие но или так и мы хорошие они хорошие а я еще раз говорю существует зло она реально существует вот вы говорите вот лучше бы было бы вместе ведь правда ведь да мы для этого разрушили советский союз вроде как искать им все отдали за так да и думали что вот они это оценят они это не оценили как вы думаете почему ну потому что как бы есть зло мировое вы понимаете и она над нами посмеялась плевать они хотели на ваш космос и на экологию в гробоне все это видали ничего им это не нужно вот не верят они ни в какие вот эти вот искать идеалы существования там прочее прочее они верят во власть власть то сказать это то что больше всего их интересует осуществление как бы власти над всем миром вот и все откуда это ноги растут у всего этого хотя казалось бы ну сколько вам еще надо до власти вам что-то счет не хватает еды не хватает там одежды там не на этом машин там и на чем не хватает вот это здесь вот и начинается переход из граника но из плоскости материале в плоскость нематериальных плоскости религиозные и потому что существуют такие тасской те страсти который никакими деньгами удовлетворить нельзя нет такого количества денег которые может удовлетворить как вот эту жажду как бы до жажду власти жажда наживы жажда управления другими людьми просто нету их невозможно изобрести и не какие такие так сказать всякие разные вот эти вот мечтания этих самых насчет жизни в каком-то таком мире где все друг друга любят и уважают не могут их удовлетворить страсть человек и пожирает это как вы знаете задайте вопрос алкоголику важен и рейс знакомый алкоголик не без этого знаете оборус алкоголику скажите вася пейте там или кто угодно но что-то не можешь пить ведь так здорово было бы если бы мы все вместе таскать утром пошли вы погулять подышать воздухом вот вместо того чтобы похмеляться или например вечером посидеть искать там жилой посмотреть телевизор обсудить воспитание детей а ты все бухаешь и бухаешь вася а вася не может бросить потому что как бы вот это внутреннее зло как против уже в такой порог и болезнь котором избавиться не может вот это вот как раз вот мне кажется чего не хватает многим людям из советской эпохи это понимание того что есть что-то большее чем условно говоря материальное что что есть что-то более важное чем материальные какие-то значит эти самые условия этой жизни что есть добро и зло в абсолютно нематериальном вечном виде вечном вот и она борется как бы до за души людей всегда так было так есть и всегда так будет независимо от того какие там теории и книжки будут вы думаете писать люди вот собственно все если вы честно на себя посмотрите увидите что и у вас это есть и в каждом это есть и собственно говоря вот этот выбор до между одной одним и другим это и есть смысл жизни это и есть смысл жизни который то сказать дальнейшем определит вашу участь вот поэтому вот ну неужели они вот не понимают вот не понимают а может и понимают но считают нас лохами таскать за счет которых можно значит делать дела вот не понимают что например та же самая украина она вот сам уничтожается но понимают конечно просто им на нее наплевать. Вот, собственно, и все. А почему же им наплевать на нее, если они хорошие люди? Ну, потому что в них, так сказать, вот это вот сидит. Да, если хотите, дьявол, который говорит им, да наплевать на всех, кого ты можешь использовать. Всех, кого ты можешь использовать, это просто мусор. Вот откуда это? От каких денег? Никакими деньгами такая страсть, так сказать, никогда не насытится. Вот чем дело. Это их внутренний алкоголизм. Про выборы между добром и злом Андрей Севастополь спрашивает, почему страны глобального запада начали именно со своих государств опробирование таких деструктивных технологий, разрушающих социум, как ЛГБТ и так далее. На себе сначала. Ну, потому что, да, потому что дьявол хитрее всех американских Байденов, Трампов, Шольцев и Макронов вместе взятых. Им кажется, что они могут это поставить себе на службу. На самом деле, это они ему служат. Поэтому в этом смысле мой исторический оптимизм, как бы, да, вот он то есть, казалось бы, вот туда посмотришь, так сказать, туда посмотришь, все, когда не оптимистично, да, куда ни кинь, везде клин. И ситуация, в которой мы находимся, действительно тяжелая. Но я лично исторический оптимист именно потому, что я верующий православный христианин. Потому что я точно знаю, что они проиграют. Я не знаю, увижу ли этого я, как бы, да, или еще как-то, но я точно знаю, что они проиграют. Им кажется, что они могут использовать дьявола и дьявольские пороки в своих интересах. А на самом деле, это дьявол ими играет. Он ими играет. Поэтому в первую очередь они уничтожают себя. И они уничтожат себя, я вас уверяю. Я вас уверяю, что они свалятся в эту пропасть, как бы, да, и утонут в этом болоте. Вопрос в том, когда это произойдет, значит, как произойдет, какой ценой, тускай, что там будет, да. Это уже другой разговор. А наше дело в том, чтобы за ними туда не ухнуть. Вот в чем проблема, да. Вот в чем проблема выбора этого. А у нас как раз и есть такая склонность, надо сказать. Ну, как и у всех, собственно говоря. Тут речь ведь идет не только о западе. Хотите запад, хотите восток, хотите север, хотите юг. Как бы эти вещи на самом деле вненациональны, да. Поэтому соблазниться можно не обязательно, так сказать, западом. Можно и востоком соблазниться, да. Вопрос в том, что вы на этом западе или на этом востоке выбираете. Вот на этом севере или на этом юге. Вот в чем, так сказать, основная как бы основная проблема. Так что они его не перехитрят, я вас уверяю. Он все равно их сожрет. Реплика от нашего слушателя. Человечеством утрачены истинные смыслы, цель жизни. Михеев об этом ничего не знает. Вот так, Сергей Александрович. Михеев об этом знает все, а вы ничего не знаете о Михееве. Вот в чем проблема, да. Поэтому я знаю, значит, и смысл, и цель, и все остальное, как бы, да. Для меня как раз, как мне, так это ясно. Вот. А всякие разные изоверальные теории, так сказать, про космические энергии, меня не интересует. Все верно так. На сегодня все.